Спасибо, что остаетесь с нами. Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» объединил любителей литературы. 15 человек читали с листа незнакомые фрагменты из произведений русских и зарубежных писателей, а еще и стихи. Кто стал победителем и отправится защищать честь нашего города на следующем этапе чемпионата, расскажет Екатерина Никитина. Идея Б. Калинин были еще хоть как-то выносимы, но фамилия Ленгник, которая разом отдавала и зубной болью, и с фифтонскими непроизносимыми гуингнами, причиняла Сергею Александровичу прямо-таки физическое мучение. Первый тур – современная русская проза. Участников ждали отрывки из произведений Дины Рубиной, Захара Прилепина, Евгения Водолазкина и других писателей нашей страны. Ах, как замечательно, говорил Аркадий Львович. Недаром в довоенные времена на его выступления в суде ходили, как на спектакль, заранее посылая прислугу занимать места. Начав плавно, минорно, знаменский сам, подобно разогнавшемуся всаднику, набрал скорость и аллюр. У чемпионата есть свои фанаты, постоянные участники. Евгения Апаткина сначала читала в школьных турнирах страница, а теперь продолжает совершенствоваться в «Открой рот». Для чего? Скорее всего, увидеть динамику в воспроизведении своего текста, потому что то, что я уже здесь и то, что я пробую, это для меня и так уже небольшая победа. Пройду я дальше или нет, ну, это не столь важно. Главное, что я для себя становлюсь лучше и, как сказать, повышаю свой скилл где-то в чем-то. Иван Суздальцев, напротив, впервые решил попробовать себя в роли чтеца. Признался, что подготовка, по его мнению, не особо помогла. Я прочитал старые тексты, благо их нашел, которые были на конкурсе, но это мало помогло. Мне кажется, тут уже, что наработанное в прошлом, то и можно использовать. Во втором туре участников ждали стихи. Почти классическая поэзия. Так назвали этот раунд организаторы. Я спросил у могучего моря, в чем великий завет путия? Мне ответило звучное море. Будь всегда полнозвучным, как я. Я спросил у высокого солнца, как мне вспыхнуть светлее зари. Ничего не ответило солнце, но душа услыхала. Гори. Открой рот. Чемпионат по чтению вслух зародился в 2011 году в Новосибирске. Его придумал Михаил Фаустов. Слава пошла по миру, а в 2015 году добралась до электростали. С тех пор так и читаем вслух. Прежде всего, это адреналин, это очень интересно, когда это касается тебя лично, и ты в этом участвуешь. Самое главное – настроиться, говорить медленно, посмотреть, что ты читаешь, и начать читать. А к финалу зарядиться энергией уже драматурга и прочитать так, как ты понимаешь это произведение. После трех раундов определилась тройка финалистов – Светлана Хонина, Кирилл Левшин и Сергей Лободин. В финале им предстояло прочитать стихи 17-летних поэтов. Победителем чемпионата стал Кирилл Левшин. Весной он будет представлять наш город на отборочном туре Центрального региона России. Друзья, как он хорош за чашей вина, как молодой души неопытность видна. Его 16 лет, его живые взоры, планеты нежные, заносчивые споры, порывы дружества, негодование, гнев. Все обещают в нем любимцы зорких дев.